Приветище! Это Гидронир, и я уже на своём катке в поте лица копаю огромную яму для шахты. По крайней мере, пытаюсь. Вообще, это всё ради руды, под названием Клочвум. Со стороны, наверное, это похоже, что я какой-то мазохист, пытающийся выкопать яму, чтобы засадить в неё каток. Пятая попытка, и я надеюсь, что она увенчается успехом, я сделал гладкий спуск при помощи кирки. И, наконец-то, каток смог сделать небольшую горочку. Начало нашей шикарной шахте положено. Ты только глянь, я истинный тракторист, даже эскаватор бы так не смог прокопать. Дальше дело рук и техники. Вновь хватаю кирку и прокапываю ещё одно углубление. Теперь этому углублению пытаемся придать гладкий спуск. Самая главная сложность – это впихнуть невпихиваемое. Наш каток очень высокий. Но в целом, вроде как, всё выходит. Глубокое дырище приобретает очертания шахты. Ну, хотя до шахты ещё далековато. Дело к ночи. Берём шахтёрскую каску. И роем. Вновь роем вглубь. Глубина достигнута. Выводим аккуратные очертания нашей шахты, чтобы было приятно и красиво здесь. Конечно же, лесенка. Как это? Шахты без лестницы. Будь моя воля, я бы сюда ещё и лифт затолкал. Спуск в шахту готов. Осталось только вторую часть лесенки доделать. И мне больше не придётся ломать ноги. Лёгкий спуск организован. И то же самое в обраточку. Хопа! И ты выскочил, как крот из норы. Но чтобы не быть реально как крот, нужно нашу нору осветить. Только вот я не знаю, где здесь священники со святой водой. Поэтому думаю, что лампы будет достаточно. Вот ей подиум и ставим на него. Теперь нашу дыру надо прикрыть от стыда. А то сверху в невесомости летает всё моё оборудование. Вдруг точно на башку грохнется. Поэтому надо здесь немножечко нарастить. Вот о чём я и говорил. Надо немножечко здесь нарастить земли. Лучше всего, я думаю, с этим справится лопата. Наращивание почвы проходит успешно. Ты можешь это наблюдать. Уже всё оборудование на земле стоит. Наводим лоск и красоту. А теперь выпендриваемся и хвастаемся, какую лепоту мы сделали. Правда, она нафиг никому не сдалась, но я её сделал. Наша глубокая дырища превратилась не в очень глубокую шахту, я бы так сказал. Ну, по крайней мере, тут уютно. Если сюда завести мебель, то получится нора хоббита. Но мне это ни к чему. Мне нужно добыть клочвум. Мебель, а где здесь мебель у нас? Вот. Мне, пожалуйста, с десяток жестяных листов. По технике безопасности на моём участке теперь нужен забор. И лучше, чем жестяные листы, я ничего не придумал. Всё это делается ради того, чтобы задом я случайно не улетел в свою шахту. Хотя в ночи можно и передом туда завалиться. Достроив забор до половины, я понял, что надо было его не по вертикали ставить, а по горизонтали. Поэтому весь забор снова перекладывал. Узри же мои труды! Опять-таки, это нафиг никому не надо, но для моей безопасности это важно. В комментах под прошлым видео мне написали, что энергетические слитки можно плавить. Вот так вот я их плавлю. Это выглядит очень забавно. Но на самом деле их действительно можно расплавить, я этого даже и не знал. А если так, то это чертовски облегчит мою жизнь. Берём осколок, кидаем его сюда. И он расплавился. И теперь всей этой жижи можно сделать слиток. Но эта зараза не разогревается как железо, а, соответственно, ничего из него сделать нельзя. То есть там меч или ожерелье не получится. Так что использовать его можно только как батарейку. Каждый день изобретаются какие-то инновации. Вот и я узнал сегодня об одной из них. Оказывается, трубы можно поворачивать не только вот так и сяк. А ещё эдак как. Видал? Вот так вот можно. Я только сейчас об этом узнал, прикинь. Это ж какие водопроводы я теперь могу мучить. В том числе и родниковый полив. Я могу запонтентать. Ну, ты понял, да? В общем, родниковый полив работает. Мы просто его выше поднимем, и всё будет чётко. А я уж его списать хотел. Моя дырявая башка. Так что за эту разработку премию мне точно должны дать. Кусты подросли. Вода продолжает литься. И ничего не заслоняет излив. Всё работает. Можно... Можно использовать. Но по такому поводу всё равно это всё фуфло. Раз можно трубы так класть. Делаем настоящий божественный полив. Нам понадобится вот такая вот траншея. И именно она позволит нам призывать дождь с небес. Да-да, ты не ослышался. Вода в прямом смысле будет литься у нас с неба. А трубы мы спрячем под землю. Настал тот час, когда мы запустим наш божественный полив. Втыкаем насос и глядим. Где-то примерно здесь должна уже литься вода с неба. Где же она? Вода... О! Полилось! Аллилуйя! Божественный полив! Он работает! Скажи дождю да! И самое главное, что этим поливом, точнее дождём божественным, управлять можем мы. Когда хочешь включил, когда хочешь отключил. Последний штрих в этой всей системе. Зарыть её под землю. Чтоб не видать её было. Дальше дело техники. Укатываем это всё. Наводим лоск и красоту. Чтобы нигде ничего не выпирало, не торчало. Вместо перерезания ленточки мы откручиваем вентиль. И где дождь? Дождь! Да! Всё работает! Вот за эту разработку мне точно премию дадут. Офигеть! Ну и по такому поводу один подписчик мне посоветовал сделать кран прямо над кастрюлей. Ну, как бы вот, как во всех современных жилищах. Единственное, водопровод пришлось пустить отсюда и через крышу. Но мне кажется, это стоило того. И теперь в мою кастрюльку поступает чистейшая, холодненькая водичка. Не снимая кастрюли с плиты. Единственное, кастрюлю теперь нужно приноровиться класть на плиту. Вот, я её приноровился ставить немножечко с краю. Но, тем не менее, вода туда заливается и всё пучком. Настало время тащить бур в нашу шахту и заставить всю эту рухлядь работать на добычу клотиума. Рано я обрадовался. Надо бошку поломать, как воду сюда провести. Куча ненужных труб стали нужными. А ещё, кстати, тележка пригодилась. Очень классная штука. Приехал к месту выгрузки и просто выгрузился. Ну, это, конечно, чересчур, но пойдёт. Так даже удобнее. Теперь надо понять, влезем мы сюда со своими трубами или не влезем. Походу, не влезем. Выходит, перестановочка будет. Похоже, фонарь переезжает. Теперь ты живёшь здесь. Всё, трубы подходят как надо. Так, чтобы водопровод будет здесь. Ставлю Т-образные трубы, потому что у меня их завались. Других труб нет. Покупать я не вижу смысла, потому что это тоже трубы. Так что, что деньги тратить на обычные прямые. Нужно теперь дырку прокопать, чтобы труба вышла вверх. Теперь надо сверху посмотреть, что мы там натворили. По-моему, я скосил. Конкретно так скосил. И меня не устраивает, что труба будет выходить за забором. Я хотел перед забором. Надо переделать, короче. Толкаем правее наш бур, чтобы водопровод проходил за забором. Ну, так-то уже получше. Как раз. Остаётся теперь эту трубу вставить и посмотреть, какая красота у нас выходит. То, что доктор прописал. Потом закуплю пробок. И в эти Т-образные трубы пробки вставлю и всё, чтобы вода нигде не изливалась. Забежал в магаз за пробками. Всё-таки купить пробку дешевле, чем новую трубу. Вот и всё. Затычка на месте. Потом ещё пробок накуплю и всё будет по фенчую. Вот и готов наш водопровод для бура. И сейчас мы можем уже попробовать его запустить. Работает. Ну, кто бы сомневался. Поскольку места в нашей шахте маловато, и развернуть там наш мини-заводик по руде не получится, мы будем делать конвейерные ленты наверх. Я там уже их парочку подключил. Остаётся только вывести всё это наружу. Ну и всё производство будет у нас на поверхности. Наверное, это даже и к лучшему. И будет удобнее мне тут всё это обслуживать. Думаю, что такого отверстия мне хватит. Сейчас будем делать стыковку. Ну, в целом неплохо, но надо повыше. Вот это я понимаю уровень. Теперь мне хватает. Надо бы давление проверить. 123. Очень недурно. На входе 235. А если обычные трубы рядом с насосом? 97. Преимущество клочвиновых труб ощущается. У нас тут на выходе давление больше, чем там у насоса. Сейчас нам нужно придумать, как подключить дробилку и как в неё закидывать руду. Я придумал вот такой двухуровневый водопровод. Один подключается к дробилке, а другой к конвейеру. Верхнюю часть мы затыкаем. Она будет конвейерная и конечная одновременно. А другая подключается к дробилке. Всё. Всё готово. Конвейер втыкается. И, в принципе, должно всё работать. Есть мои расчёты верные. Проверим на кирке. Кирка идёт, идёт, идёт. Но мне не нравится, что она с краю идёт. Поэтому я вот этот маленький модуль сюда закреплю. Кидаем тестовое ведёрочко. Вот это другой разговор. Делаем новую подачу воды с речки. Поскольку этот водопровод я не хочу задействовать. Так как давления в водопроводе там уже маловато на выходе. Настало время покопать. Снова нашими ручищами. Углубляемся. Это всё ради конвейеров. Втыкаем сюда такой конвейер и шлифовальню камней. А здесь конвейеры с фильтрами. Они нам очень помогут. Останется только к ним плавильню подрубить. Есть у меня одно сомнение, что плавильня слишком высока. И да, она, зараза, высока. И что же делать мне? В неё ж не упадёт труда. Как насчёт вот этого модуля? Чёрт, он тут не подключается. Беда, беда. Пришла откуда не ждали. Надо переделывать весь конвейер. Придётся делать его повыше. Конвейер поднят. Проверяем, как всё это дело работает у нас. Нужно сейчас дождаться руды. Вон, золото, золото идёт. Ништяк. И оно скидывается прямо в котёл. И переплавляется. Это то, что нужно. И то, о чём писали мне подписчики в комментах. Меняем нашу руду на драгоценные камни. Всё это делается, чтобы не было мешанины у нас с рудой. Камушки отдельно, руда отдельно. Кидаем таз для камней. И вот сейчас протестируем. Всё ли это грамотно будет туда падать. Всё работает. А чё это у меня тут золото валяется? Погоди, это не... Клочевум! Мы начали добывать клочевум! Наконец-то! Мы приблизились к гномским шахтам. Теперь мне нужно всего лишь 50 килограмм клочевума накопать. Ну а раз такое дело, можно немножко и огородом заняться. Тут у меня вообще всё шикарно. Ну вот, собственно, на сегодня и всё. Переделка моего предприятия заняла огромную кучу времени. Надеюсь, что это стоило того, потому что в этой шахте я планирую разместить несколько буров в будущем. И они все будут добывать мне руду, которая нам так нужна для открытия бура второго уровня. Хотя, если я открою бур второго уровня, я буду копаться уже, наверное, в гномских шахтах. Сюда уже не вернусь. Но это мы узнаем в следующей серии. Поэтому, если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться. И тогда мы увидимся в новом ролике. Так что, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok